Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 23 главе книги Исхода. В предыдущих главах были перечислены законы, касающиеся более или менее очевидных преступлений. О убийстве, о разных преступлениях против имущества, против достоинства, в том числе и законы о рабах, и многое другое, конечно, о поклонении всякой дребедине. В 23 главе мы видим с вами тоже законы, которые говорят о взаимоотношениях внутри социума, внутри человеческого общества, одна часть, а другая о взаимоотношениях народа божьего с Богом, о том, как эти взаимоотношения могут быть или должны быть устроены, и каким образом они должны быть оформлены. Вот первая часть говорит о вещах, которые совершенно знакомы нам с вами по нашей современной жизни. К сожалению. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды, не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Речь идет сначала в первой части о доносах, о доносах. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Эти слова подразумевают без вариантов, без вариантов истолкований, что донос – это нечестивое, нечестие. Это зло, подлость, стыдно перед Богом. Перед людьми, может, тебе не стыдно, перед Богом должно быть стыдно. Бог считает донос подлостью. И для очень многих социумов в новое время, в 20 веке в том числе, это серьезная проблема. И, ну, в частности, мы с вами очень не хотим оглядываться назад, потому что, если это сделать, то мы увидим миллионы доносов и каждая из них – подлость. Вот это нечестие, то есть не просто зло, которое делает человек человеку, лжесвидетельство, запрещенное десятью заповедями. Это нечестие, то есть это стыдно перед Богом, это оскорбляет Бога, донос оскорбляет Бога. Вот это чрезвычайно важная вещь, которую, как бы ни хотелось забыть, забывать нельзя. Не следуй за большинством на зло. И тоже мы с вами прекрасно понимаем, если, конечно, не боимся, что это такое и как это бывает. Вот газетная кампания расстрелять как бешеных собак каких-то там врагов народа. Вот эти все, 30-е годы, тоже мы видели наружу беже 40-х, 50-х. В более поздние там времена какие-нибудь тоже всенародные осуждения. Ну, а в временах менее отдаленных лучше умолчим, тоже все понятно. Не следуй за большинством на зло. Ну, у нас в голове нелепая, ни на чем не основанная идея, которую, конечно, нам очень усердно вдалбливали не только большевики, но и те, кто был до них, что большинство непременно должно быть право. А нет. А нет. Закон знает, что большинство может следовать на зло. Ты не следуй за большинством на зло. Это не дает тебе право отключить голову. То, что все за, не означает, что ты имеешь право не задуматься и не отключить добра от зла, и не спросить у Бога. Не имеешь право. Все равно. Мы обычно говорим о том, что вот там вся рот шагает в ногу, кто-то один шагает не в ногу, а закон Божий предполагает, что тот шагающий не в ногу может быть прав. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Когда оголтелая толпа орет «распни его», ну, Понтий Пилат не подчиняется закону Моисеева, он не иудей. Но все же, когда толпа кричит «распни его», ну, толпа-то там была человек 200-300, те, кто на площади смогли появиться, поместить остальных было гораздо больше, которые думали иначе. Тем не менее, «распни, распни его». Не решайте аж бы, отступая по большинству от правды. Правда важнее. Это с социальной точки зрения очень серьезная вещь, потому что одобрение соплеменников, вот там социальная репутация, минимизация конфликтов, социальный статус, вот это вот все, начиная от далеких-далеких предков. Вещь для человека очень важная, и наша психика заточена на то, чтобы следовать за большинством, чтобы быть с этим большинством в каких-то позитивных взаимоотношениях, не вступать с ними в конфликт. А Бог говорит, «Ты со мной не вступай в конфликт, и не следуй за большинством на зло, и не решай, тяж бы отступая по большинству от правды». Следовать правде – это значит строить отношения с Богом, следовать отступать от правды, преступления перед Богом, нечистия тоже. Однако, это не только какие-то такие, знаете, слова о социальной справедливости, несправедливости, это глубже, чем социальные взаимоотношения, это об отношениях с Богом. И дальше в третьем стихе закон говорит «И бедному не потворствуя в тяжбе его». Ну, потому что теоретически возможно, что тот, кто решает дело, выносит суждение, он может следовать за большинством на зло, ну, как в случае с Сусанной и этими похотливыми старцами, да, там, судей, весь народ осудили Сусанну. Но в нашей жизни мы нередко, ну, редко, редко, да и не в нашем культурном контексте, но все же можем становиться свидетелями ситуации, когда весь мир немножко качнулся в обратную сторону, в сторону угнетенных, бедных, несчастных, всем гонимых. И бедному не потворствуя в тяжбе его, ни большинству, ни бедному. Бедный беззащитен, об этом идет речь. И тем не менее, правда, правда должна быть для тебя руководящей звездой. Вот примерно так. Это поразительно важная и, в общем, очень актуальная часть в законе. Дальше. Некоторые вещи, которые мы, может быть, и не ожидали бы здесь увидеть. Здесь говорится о том, что надо любить врагов ваших. Смотрите, если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи ему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под нож, не оставляй его, развьюч его вместе с ним. Вот идет человек, у которого вражда с кем-то, там, с соседом, не знаю, и видит заблудившегося, то есть потерявшегося осла своего врага. Ну, там на нем, видимо, где-то тавро на этом осле или колокольчик нужного вида привешен. Скот, в общем, более-менее все-таки метили. Возьми, отведи врагу своему. Не пользуйся, говорит закон вот этой ситуации, не пользуйся. Наоборот, сделай этому врагу нечто хорошее. И здесь не обсуждается, скажет тебе враг спасибо или не скажет. Будет ли он тоже как это вот умилиться и начнет тебе благотворить или нет? Это никак не связано ни с твоей враждой, ни с поведением врага. Это твоя обязанность по отношению, на самом деле, к Богу, потому что это закон Божий. Обязанность по отношению к Богу, а не к врагу. Снова возвращается здесь разговор к суду. не суди превратно тяжбы бедного твоего, удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника, говорит Бог. Значит, не умерщвляй невинного и правого. важный вопрос для современного мира, потому что наиболее убедительным аргументом против смертной казни являются вот эти слова не умерщвляй невинного и правого. Ты не знаешь, что на самом деле. Удаляйся от неправды. И как бы, ну вот, посмотрите, судья, то есть тот, кто принимает решение, выносит суждение, призван помнить о том, что если он поступит беззаконно, Бог его не оправдает. Бывают и очень часто эпохи, культурные контексты и общества, где неправедные судьи совершенно уверены в своей безнаказанности, потому что других нет. И потому, что режимы этому способствуют. так бывает очень часто. В самых разных фрагментах человеческой истории. Но Бог этого не оправдает. Бог тебя не оправдает за то, что ты судишь тяжбы бедного превратно и предаешь смерти невиновного и правого. вот так. Ничего с этим не сделаешь. Я не вижу богословской конструкции, которая могла бы ограничить всеобщность этой нормы. теперь дальше. Очевидное тоже все про жизнь, про реальность того, что люди из себя представляют. Конечно, это закон, данный народу Божьему, царственному священству, народу святому. Но законодатель видит правду. Даров не принимай, потому что дары слепыми делают зрячих и извращают дело правых. Ну, речь идет о взятках, преимущественно при судопроизводстве, при принятии решений. Даров не принимай, потому что вот они извращают дело правых. Ну, то есть, грубо говоря, если те не несут взятку, значит, тот, кто ее несет, не прав. Хотя, правда, бывают общества, в которых без взятки ни правая, ни неправая сторона не обойдется. Ну, надежда на то, что такие общества долго не живут. Теперь снова здесь говорится пришельца не обижай. И еще раз повторяется то, о чем мы говорили на примере другой главы. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Вы знаете, каково пришельцу, поэтому будьте солидарны, будьте сострадательны, вы можете сострадать, потому что знаете, каково это, и поэтому сострадайте. Кроме очевидных следствий социальных для народов, которые призваны свое страдание историческое, преображать в способность сострадать, а не во что-нибудь другое, не в гордыню, не в то, чтобы кичиться этими страданиями и жертвами, которые они понесли, требовать чего-то, нет. Кроме этого, есть еще некая, если хотите, параллель, такая маячащая, брезжещая на горизонте, то, что Бог становится человеком в Иисусе из Назарета и приняв наше страдание, оставленность, бессилие, смерть, малость, вот приняв то, что Он принял на кресте, Он тоже сострадает, нам, солидарен с нами, потому, что прошел через это, как Израиль прошел через египетское рабство и может сострадать рабом и пришельцем, как Бог прошел через вот всю глубину человеческого страдания и смерти и поэтому может сострадать, якоже сам искушен быть, может и искушаемо помощи, как говорится в послании к евреям. Я затрудняюсь вспомнить этот текст по-русски, по-церковно-славянски он тоже достаточно узнаваемый. Далее еще раз повторяются законы о шестом и седьмом днях. Весьма вероятно, кстати, что здесь мы наблюдаем с вами фрагмент, который записан другим автором и не вырезан составителем, да, где повтор не устраняется, а обязательно сохраняется, повтор тематический, а иной раз даже и вербальный. Вот здесь говорится о том, что необходимо шесть лет засевать землю, а в седьмой год оставлять ее в покое. Это не просто сельскохозяйственный оборот, там разговор о том, что надо оставлять землю под паром, под паром ее надо оставлять чаще, чем раз в семь лет на самом деле, ну, там эти самые системы двухполья или трехполья едва ли могли быть актуальны в пустыне, во времена странствования в пустыне, тоже вероятно это все-таки принцип и правила, восходящие уже к оседлому периоду. Гораздо интереснее для нас мотивировка. Смотрите-ка, одиннадцатый стих, шесть лет десятый, шесть лет засевай землю твою, собирая произведения, одиннадцатый, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из народа твоего, а остатками после них питались звери полевые, так же поступая с виноградником и с маслиной. То есть речь идет собственно о пшеничном поле, на котором урожай убирают вручную, других способов нет, вручную, соответственно, часть созревшего зерна просыпается, остается на поле, ну и вообще говоря, на следующий год всходит. И вот закон предлагает людям раз в семь лет не перепахивать и не засевать свою землю, свое поле, свой участок, что на нем вырастет, то вырастет, и это будет не хозяину поля, а бедному. То есть человек, которому нечего есть, который нуждается, ну или там не хватает у него, живет на один мрот, человек может прийти на это поле, остающееся в седьмой год незасеянным, ну и какое-то зерно, которое там выросло, не забудем, это климат, в котором редко дела ограничиваются одним урожаем в год, чаще несколько, два, и, наверное, раз и три. Вот можно собрать эти самые колосья, выросшие из самосевного зерна и просто просыпавшиеся. Ну, современные люди обычно предпочитают все-таки бедного и голодного и нуждающегося наделить продуктами питания и распределить среди них гуманитарную помощь. Ну вот, нередко еще и ожидая изрядного подобострасти от бедных. А здесь такая вот неожиданная несколько форма. То, что бедный может взять, не становясь просящим и отдаиваемым. На самом деле, вот, это действительно очень учитывает внутреннюю жизнь, эмоции, психологию людей, если хотите. И, больше того, законодатель, тот, кто записывает эти правила и утверждает, что они освящены божественным авторитетом, законодатель распространяет этот принцип «оставляй бедному, оставляй бедному на всех, в том числе на полевых зверей». Точно так же про это же будут правила, что ты, когда там, значит, вот, жнешь, не жни уж слишком тщательно, чтобы срезать все без исключения колоски и история Ваоза и Руфи, предков царя Давида и нашего Иисуса Христа. Вот она свидетельствует как раз о таком случае, когда Руфь собирала колосья на поле, которое было сжато, но людьми, которые не старались это сделать чрезмерно тщательно. Да, если вспоминать, конечно, истории о концлагерях за колоски в нашей стране, ну, в общем, волосы, конечно, встают дыбом, да это от того, насколько это противоречит закону Божьему, вот вообще про другую, наперекор всему. Тем не менее, закон говорит остатками и тем, что выросло, когда ты не засел, пусть питаются бедные, пусть потом оставшееся будет зверям полевым. И это, в общем, удивительная такая вещь, удивительная, тоже наперекор алчной человеческой природе, которая, конечно, хочет схватить все, а уж если что выросло на его поле, так, конечно, не просто схватить, но схватить по праву. Вот не совсем так, это подарок Божий. Как ты можешь обозначить уважение к тому, что это тебе Богом подарено? Не ты вырастил там, ну, как это, что нажил непосильным трудом. Как ты можешь выразить на словах тот факт, что это Богом тебе подарено? Оставь бедному. Вот такой способ. Способ благодарить Бога ни много, ни мало. Ну, и дальше еще распространяется этот же принцип шесть дней делай дела твои, седьмой день покойся, уже была заповедь о субботе, в декологии здесь это повторяется, только с другим мотивом. Чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и сын рабы твоей, и пришелец. Ты можешь, ты не устал, и можешь работать без выходных, и 24 часа в сутки, как винный магазин. Дай другим отдохнуть. Не загоняй, не загоняй ни вала, ни осла, ни сына рабы, чтобы они отдохнули. Еще раз повторю, другая мотивировка, не такая, как в десяти заповедях, которая соотносит этот принцип не с тем, что там Бог шесть дней творил, седьмой день почил от дел своих, а с необходимостью жалеть людей, не превращать жизнь ближних в нечто чрезмерно тяжелое. Далее следующая часть, вторая часть 23-й главы, это некоторые законы о праздниках, которые должны совершаться перед лицом Господнем. Таковых праздников здесь упоминается собственно три раза в год празднуем не. Соблюдай праздник опресноков, Пасху семь дней ешь пресный хлеб, в память о том, как я вывел тебя из Египта. Соблюдай праздник жертвы первых плодов и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь работу твое три раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицом владыки Господа твоего. По-разному можно относиться к этим словам. Ну, во-первых, конечно же, оседлые в той или иной степени народы, земледельческие народы, ну, практически все соблюдают праздник начатков и окончание сбора урожая. Притом, что Израиль, конечно, еще не является оседлым народом, но, тем не менее, ну, это такая вещь обычная. И было бы странно, если бы совсем это обыкновение народов окрестных не отразилось на жизни Израиля. Ну, то есть, святые отцы христианские мыслители раннего Средневековья, святые отцы, ну, едва ли не единодушно говорят о том, что Бог постановляет эти праздники для того, чтобы народ Божий не был увлечен разнообразными культами и праздниками окрестных народов. Ну, и, в общем, с этим не поспоришь, скорее всего, действительно это одна из основных причин того, что так устанавливаются эти праздники. Что касается Пасхи, это вещь вполне уникальная, которая не дает этому народу перестать быть самим собой, потерять вот эту память о спасительном действии Божьем. И далее еще говорится о некоторых видах жертвоприношений, которые не должны совершаться перед лицом Господним, потому что они в общем языческие. То есть, посмотрите, принесение начатков плодов, принесение даров по окончании сбора урожая, вещи настолько очевидные и настолько явно выражающие благодарность Богу, что эти праздники, конечно, устанавливаются в народе Божьем, несмотря на вот сходство с тем, что происходит у язычников. Но есть некоторые вещи, которых нельзя. Не изливай крови от жертвы на квасное, ну, видимо, на дрожжевой хлеб и жир от праздничной жертвы не должен оставаться до утра. Вот всякие разные формы ритуальных трапез и способов принесения жертв, которые практиковали языческие народы ханаана, здесь запрещаются. Точно так же, как вот не вари козленка в молоке матери его вдруг. Современно читатель на это натыкается. Причем здесь кулинария какая-то. Речь идет о языческом обряде магическом, который тоже запрещается. И вот то есть Господь и автор записывает это Моисеево предание, оно гласит, что вот здесь, там, где я тебе сказал, Пасха, начатки, сбор урожая, приноси мне дары и благодарность. Но так, как это делают язычники, этого не делают. Не делай этого, как они. Вот это таким образом не технология принесения жертв, а именно благодарность Богу. Далее заключительная часть главы в общем говорит о том, что надо будет соблюдать в земле ханаанской, когда Израиль туда дойдет. При этом если читатель или толкователь или исследователь сомневается в том, что подобного рода заповедания были актуальны в момент дарования десяти заповедей, то есть в самом начале странствий по пустыне, да, такое сомнение достаточно обоснованно. Конечно, в момент дарования доколога это все еще далеко-далеко впереди эти разнообразные народы ханаана и что там с ними, как с ними надо будет строить взаимоотношения. Но, тем не менее, несмотря на некоторый анахронизм или гетерохронизм, составитель полагает необходимым разместить этот текст именно здесь. И вот, что здесь говорится. Смотрите, вот я посылаю ангела хранить тебя на пути. Речь идет тоже о вестнике Господнем. Раньше он описывался как столб огненный или облачный. Здесь, в общем, так же. Но блюди себя перед лицом его, слушайся голоса его, потому что иначе он не простит греха вашего, потому что имя мое в нем. Короткая фраза, в которой несколько важных идей. Имя мое в нем. Существует некий вестник Господень, который здесь назван так, ангел, вестник Господень, в котором присутствует имя Божье, или в котором наречено имя Божье. Это великая святыня, потому что в имени Божьем так или иначе сам Бог присутствует. Так или иначе не обсуждается как никаким способом. Далее этот ангел, вестник Господень, в котором имя Божье не простит греха вашего, он не будет снисходительно относиться к людским грехам. И наконец, блюди себя перед лицом его, наблюдайте за собою, как вы слушаете, говорит Господь своим ученикам. Вот смотри за собой, думай, что ты делаешь, как ты себя ведешь, что ты говоришь, думай о своих поступках и их последствиях, береги себя от нарушения правды Божьей. И дальше в нескольких формах по-разному несколько раз говорится о завете. Если будешь слушать голосы моего и исполнять все, что скажу тебе, то сохранишь завет мой и будете народом избранных всех племен, царственным священством и народом святым. Стало быть, до какой степени в наиболее древних рукописях или в тех рукописях, которые надо считать исправными, исправными, в какой степени там эти слова присутствуют или они перенесены кем-то из переписчиков, не так существенно. Важно, что вот в принципе эта мысль в этой части книги исхода повторяется многократно, явно в разделах повествования, относящихся к разным традициям и разного авторства. Вот если ты сохранишь мой завет, ты будешь у меня народом святым, то есть народом, принадлежащим Богу, царственным священством, тем, кто приносит Богу дары от всего этого мира. Заметьте еще, что выделение одного клана, потомства Аарона в качестве священства, это разговор в другой части книги, опять-таки другого происхождения. Здесь взгляд вот такой вот есть мир весь и вот есть народ достаточно компактный, который для Бога является в этом мире царственным священством, тем, кто служит Богу и приносит Богу жертву, дар от всего мира, принадлежащего Богу. Также говорится о том, что вот когда ты придешь в землю к Амареям, Хеттам, Ферезеям, Хананеям, ну и Евеям, Евусеям, перечисляются народы Ханаана, да, то не поклоняйся Богам их и не служи им и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Не поклоняйся Богам их. Вот эта вот идея, что надо отделять одно от другого. Вообще принцип несмешения одного с другим в исходе чрезвычайно важен. Надо отделять себя, свое поклонение Господу Богу от поклонения языческим богам. Не служи им, что бы ни было, более того, разрушь эти самые их столбы и все такое. Служите Господу Богу и Он благословит хлеб твой, вино твоей, воду твою. И Господь также обещает ужас мой, пошлю пред тобою и в смущение приведу народ, к которому ты придешь. если хранить исключительную верность одному единственному настоящему Богу. Вот такое вот требование одновременное обетование. То есть Господь говорит о том, что дам тебе эту землю, дам тебе эту землю, но надо, чтобы ты действительно был царственным священством, чтобы ты действительно не поступал по делам язычников и не поклонялся их богам. Как мы увидим далее, это очень непростая задача. Очень непростая задача. Самая последняя часть нескольких стихов этой главы, где та же мысль высказывается несколько иначе. Во-первых, Господь говорит, что да, все эти народы, я их выгоню перед лицом твоим, буду обращать тебе тыл всех врагов твоих, пошлю шершней, и они погонят от лица твоего Амареев. Замечательный на самом деле образ. Но не выгоню их от лица твоего в один год. почему Господь это говорит в пустыне довольно легко понять. Потому что, конечно, люди надеются, что раз все пришли, крибли, крабли, бунс, и враги испарились. Раз и все. А Бог говорит, нет, будет не так. Это будет очень-очень медленно. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, пока ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Вот такой медленный исторический процесс. Поэтому одни авторы исторических повествований, хроник библейских, говорят завоевание, хонаана, завоевание святой земли. А вот автор, принадлежащий к этой традиции, автор вот этого фрагмента, говорит не о завоевании, а скорее о заселении земли, которая пустеет, в которой все меньше становится всех этих амореев, хананиев и хитеев. И снова он повторяет, не смешиваясь, не заключаясь союза, ни с ними, ни с богами их. И не оставляй, не должны они жить в земле твоей, чтобы не ввели тебя в грех против меня. Заключать союзы с ними и с их богами. У предпленных пророков, да хотя бы у Исаии Иерусалимского, мы видим примеры, когда заключение израильским, не иудейским, израильским царем союза с каким-то из окрестных народов, в том случае с сирийцами, или как царя Хас, уже иудейский, с ассирийцами, вот подобного рода политические союзы, военно-политические, все они заключаются по большей части в оборонных целях, так сказать. Это не так, что собрались два царька, у них сзади челядь в костюмах парадных, там флаги стоят, щелчки камеры, вот они там что-то подписывают, да, если умеют читать, писать. Не совсем так. Заключение союза выражается так, что правители, по крайней мере, тот правитель, кто будет в этом союзе младшим партнером, заключает его с божеством соседнего народа и соседней страны. И поэтому в эпоху пророков, в эпоху царства, заключение царями союза с соседними народами, казалось бы, такое естественное, там все маленькие государства, им бы там вот, значит, содружество независимых царьков организовать, и будут они вот диктовать свою волю всему Ближнему Востоку, Шумеру, Египту Рихеттам. Но это неприемлемо для Израиля, потому что неминуемо сопряжено с поклонением чужому богу, союз с богами их. Вот этого нельзя, вот этого нельзя. Если ты будешь служить богам их, это будет для тебя сетью. не они не что det сетью. Продолжение следует...